МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Данил Чащин, тюменец, прославившийся уже на всю театральную Россию. За прошлый его спектакль «Молодость» наш храм Мельпомена был номинирован аж на пять золотых масок. А в филармонии можно провести ночь с тюменским филармоническим оркестром. Этот концерт начинается в очень позднее время – 22 часа. В программу войдут произведения Моцарта, Шуберта, Штрауса и Брамса. Коллектив назвал ее «Романтическая ночь в Вене». А в субботу во Дворце культуры «Нефтяник» бенефис Виктории Некрасовой. Десять лет назад певица встретилась с джаз-оркестром «Золотая труба». С тех пор они неразлучны. Как и положено музыкантам, отмечать юбилей отношений будут на сцене. Поздравлять приедут друзья и коллеги-вокалисты. Разумеется, ждут и зрителей. Еще один коллектив в субботу отметит юбилей. Ансамбль «Песняры» приезжает с туром, посвященным своему 50-летию. Коллектив сейчас омолодился, но это не помешает услышать старые и любимые песни даже первым поклонникам ВИА. Ну и еще об одном спектакле. Правда, его увидеть можно только в начале следующей недели. В Тюмень приедет Юлия Меньшова в компании своего коллеги по сериалу «Между нами девочками» Александра Никитина. На сцене филармонии они сыграют семейную пару, прожившую 20 лет в браке. В случае вмешаются в налаженный и ставший скучным быт пары. А что из этого выйдет, зрители узнают в понедельник. Скоро Новый год. И в эти выходные юных тюменок ждет тематический конкурс. А с мальчишками в это время можно сходить в кино. В эту субботу маленькие тюменки от 6 до 10 лет смогут принять участие в конкурсе «Киндер Снегурочка». В выходные – отборочный тур, а через неделю – финал. Девочкам надо будет представить творческий номер, подарок Деду Морозу, сделанный своими руками, приготовить десерт, станцевать и устроить дефиле в костюме Снегурочки. На этой неделе в прокате стартовал фильм «Джуманджи. Новый уровень». Это третья часть знаменитой франшизы. На этот раз правила игры изменились и все идет наперекосяк. Чтобы выжить друзьям, придется отправиться в опасное путешествие. Это отличный фильм для семейного просмотра. Ну а для молодежи на эти выходные мы подобрали одно, зато какое мощное событие. Фанатам рэпа точно понравится. Три года артист под псевдонимом «Девять грамм» не выступал. Набирался сил, путешествовал и вот вернулся с новым альбомом. Его коллега-рэпер Трутинь тоже выпустил новый диск, и в воскресенье они приедут в Тюмень вместе. Ну а разогреет публику тюменский музыкант Июнь, основатель рэп-баттла «Легкий кэш» и «Цех Рекордс». Так что зрителей фактически ждет три концерта за один вечер. Ну и в завершение афиши расскажем о том, где в эти выходные будут проходить спортивные состязания. Причем не только для людей, но и для зверей. Начнем с соревнований для животных. В субботу пройдет выставка собак, где будут представлены самые разные породы со всей страны. От шпицов до тибетских мастифов. Особенно актуально это мероприятие для тех, кто мечтает завести хвостатого друга. Ну а теперь переходим к спортивным состязаниям. В выходные пройдет открытый турнир по тэквондо. В нем примут участие почти полтысячи спортсменов из восьми регионов. Кроме того, на состязания должен приехать президент всемирной штаб-квартиры тэквондо. Ожидается и показательное выступление команды из Сеула. Тем, кто любит зрелищные поединки, нельзя пропустить чемпионат «Сила Сибири-2». В программе 14 зрелищных боев, два из которых по самбо. Кроме того, на ринг выйдет Сергей Михнин из Тюменского воркаут-центра. Он сразится с Василием Сметаниным из Перми. Сражение пройдет по правилам кикбоксинга. А главным поединком вечера станет битва тюменца Николая Путинцева и гости из Таджикистана из Кармедина Тахирова. В субботу сразятся и хоккеисты. Наш Рубин выйдет на лед против команды «Буран» из Воронежа. Скажем прямо, шансов у соперников немного. Тюменца сейчас на первом месте в турнирной таблице, а гости только на 26-м. По крайней мере, есть большая вероятность того, что болельщикам этот матч принесет только радость. Топ событий подготовлен совместно с пабликом «Афиша Тюмень». И на этой неделе разыграем приглашение на двоих на спектакль «Иванов». Наш победитель увидит его одним из первых. Чтобы выиграть, делайте репост этой записи из группы «Утро» с вами в ВКонтакте. А в комментариях пишите ответ на вопрос, какая известная актриса недавно рассказала о режиссере Даниле Чащине в своем инстаграме. Итоги подведем уже в воскресенье днем, так что не проспите результаты. А я желаю вам отличных выходных!